Продолжение следует... Продолжение следует... Я, знаете, я сейчас вот вообще, я не буду смотреть сейчас в чат. Вот я не буду смотреть сейчас в чат. Я напишу, вернее, обозначу, знаете, такое, кое-что сейчас обозначу, а вы на него, на этот вопрос ответьте, пожалуйста. Просто ответьте. За какую фразу вы готовы были бы заплатить 3 тысячи долларов, вот прямо сейчас? То есть, как вы думаете, есть ли такая фраза, за которую вы были бы готовы заплатить бы 3 тысячи долларов? Ну, это обозначение, что в принципе, да, как бы немножко игра, немножко нет. Да, за какую фразу вы готовы были бы заплатить 3 тысячи долларов? Вот 3 тысячи долларов. Страшная цифра, да? Может, не совсем, для кого-то совсем не страшная, а для кого-то, ну, такая солидная сумма. 3 тысячи долларов. Артур, 4 тысячи. Хорошо. Поднимаем ставку выше, 4 тысячи. Кто больше? Кто больше? Ни за какую? Нет. Окей. Анатолий абсолютно верный. Как всегда пишет, верной дорогой идем, товарищи. Хедж, начало выплаты. За какую фразу вы готовы были бы заплатить 3 тысячи долларов? Непросто ответить, да? Весьма непросто. Окей. Окей. За фразу не заплачу. Марат, заплатите. Померьте мне, заплатите. Тогда, когда вы эту фразу поймете, расшифруете. И, ну, Берик, ты прав. Если было завтра IPO, ты, наверное, заплатил бы, может быть, 10, а может быть, не знаю, какой у тебя пакет акций и большую сумму. Возьми 4 тысячи. Дающий 1 миллион чего? 1 миллион чего? То есть 10 или 10 миллионов? 10 миллионов. Не пойму, за что. Умножение вкладов в 100 раз. 100 раз. Мало. А нет, для тебя нормально, Раул. Для тебя нормально. Я повторю. Просто подумайте об этом на досуге. Теперь следующий вопрос. Давайте я еще раз повторю. За какую фразу вы готовы были бы заплатить 3 тысячи долларов? Просто для себя отметьте. Отметьте. Это вы получите в рассылках. А теперь, пожалуйста, дорогие друзья, отметьте, кто уже получил рассылку в нашем чате. Марафон. Кто получил рассылку, поставьте, ну просто плюсики, поставьте плюсики. Вы получили рассылку через чат Марафон 21. Кто получил рассылку? Кто получил рассылку? Плюсики ставьте. Ставьте плюсики. Кто получил рассылку через чат Марафон 21. У меня большая просьба, ничего там не менять, не было, Надежда, брат, не было, значит, ты еще не заработала, я шучу, но, Надюша, обратись, сейчас я объявление сделаю еще дополнительно, Сережа Швыров, так, все, да, там вообще 30, дай бог памяти, сейчас скажу вам, сколько там человек, так, 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 сейчас секунду, одну секундочку буквально, 21. Так, 21, 32 человека, и так, 32 человека, 32 человека, там 32 человека, такой чат есть, такой чат есть, Ниночка, просто вы немножко, но не в курсе, но сегодня, я думаю, узнаете. Итак, марафон 21, я это обозначил на прошлом вебинаре, даже еще перед этим вебинаром обозначал, марафон 21, я сейчас породко вам скажу кое-что, кое-что, а вы просто для себя как бы отметьте, насколько эта информация может быть важна для вас, а может быть совершенно не важна. СМСки приходят, вот, когда приходят СМСки, я их открываю, у меня приходит, ну, вознаграждение по, то есть приходят бонусы по, ну, в общем, приходят бонусы. Но чата нет, да, чат есть, Надюша, чат есть. Так вот, дорогие друзья, я сейчас еще раз обозначу, и больше того, я сегодня обозначу некоторые, скажем так, моменты. Премия в 2000 долларов, 1000 долларов, 500 долларов, 1000 долларов будет расписана в воскресенье целиком. Для кого? Вот, если кто-то не хочет ждать и получить максимум, я могу отметить кого? Ну, прежде всего, свое первое поколение. Почему? Потому что бизнес есть бизнес, и хоть мы вебинары проходим, проводим, я провожу вебинары для группы компаний Skyway, это имеет значение для как головной компании, как для непосредственно, ну, прежде всего, конечно, Skyway Capital, так как мы там в основном строим бизнес, соответственно, и для Андрея Федоровича Ховратова, то есть группа, которая, это фонд Skyway Capital Invest Group, не имеет значения, в принципе, не имеет значения. Если вы, ну, если вы присутствуете, просто, проще говоря, в Capital, по одной простой причине, что основные наши инвестиции идут в Capital на сегодняшний день. Вот, Надюша, Надюша, мне завтра напомни, сегодня можешь даже напомнить, я это сделаю обязательно по одной простой причине, что у тебя шанс есть. Первое, еще раз обозначаю, то, что было у вас распечатки в прошлый вебинар, премия в 2000 долларов, в 1000 долларов, в 500 долларов и в 300 долларов от меня лично, от меня лично, не то, что я говорю от кого-то, от головной компании, от кого-то еще от меня лично. И почему это важно, вот кое-кто уже, кто был на прошлом вебинаре, поняли, что вы объявляете премии для своих людей. Для чего? Ну, для того, что сегодня на сколько, 91 человек, да, на прошлом вебинаре у нас было 150 человек. Как вы думаете, по какой причине? Вот, напишите, почему в прошлом вебинаре у нас было 150 человек, при этом рассылку я сделал буквально перед самым началом вебинара. Вопрос, почему? Ответьте на вопрос, почему? Это не игра, не что-то еще. Ответьте на вопрос, почему? Почему на прошлом вебинаре было 150 человек? Почему? Ну, вот, ребята, это совместная работа. Давайте работать вместе. Дальше мы будем работать очень плотно, но с ограниченным количеством людей на отдельных вебинарах. Пишите, почему на прошлом вебинаре, кто был на прошлом вебинаре, почему пришло 150 человек. Любопытство. Нет, кто-то знает, что было написано. В рассылке, пожалуйста, напишите, почему на прошлом вебинаре было людей практически в два раза больше. Почему? Почему? Нет, Людочка, нет. На прошлом вебинаре новости по крипте я ничего практически не давал особо. О, Зикруло, молодец. Зикруло, первый тебе отдельная премия, отдельный бонус, да. Потому что мы говорили о деньгах. Помните, я проводил в свое время тренинг по поводу того, что как привлекать крупных инвесторов. То есть, вообще предпринимателям важно не о том, как состоит технология, из чего она состоит, что-то еще. Прежде всего, их интересует три вопроса. Три вопроса, которые мы должны обозначить в самом начале. Вернее, они нам обозначают в самом начале. Володя Щебоксар, спасибо. Подарок 2000 долларов, 1000 долларов, 500 долларов, 300 долларов. И люди приходят на эти фразы. Я вернусь к тому, что за какую фразу вы готовы заплатить 3000 долларов. И кто, если скажет мне, что такой фразы нет, есть. Есть. Поверьте мне, не только, не просто есть. Вы слышите, да, у меня идут эти бонусы, да. Вот, 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 вот. В одном из моих проектов, собственных проектов, у меня вот так бонусы приходили каждые буквально 5 секунд. И не надо людям было доказывать и объяснять, что вы можете заработать, за какой период времени. Потому что это финансы. То есть, было обозначено подарок 2000, 1500 и 300 долларов. Вот, Зикруло, вот, потому что была объявлена премия. А вот сможете вы сделать или не сможете эту премию заработать? Я сегодня еще раз обозначаю. Для тех, кто вот находится у меня лично, в моей структуре. Ребята, ориентируйтесь сразу на свою структуру. И мы с вами на следующем вебинаре этот вопрос будем не просто рассматривать, а просто расписывать от и до. И те, кто у меня добавится в чат марафон, чат марафон, обозначьте чат марафон, вы будете в этом участвовать. Для своей структуры вы можете обозначить премии 50, 100 долларов, 200, 300, 500, 1000, сколько угодно. И это работает потрясающе. Почему? Потому что это уже проверено временем. Это проверено, это доказательная база. За какую фразу вы готовы были бы заплатить столько-то денег? Я обозначал сумму 3000 долларов. За такую фразу я в свое время заплатил 3000 долларов. Какая фраза узнаете чуть-чуть позже для тех, кто останется на марафоне. Берег абсолютно правильно. Финансовый заинтересован прежде всего. Но скажите, просто вспомните, какая была рассылка сегодня. Рассылка, помните, да? Фразу. Это просто фраза. Трать свою жизнь только на то, что переживет тебя. Это самое начало того, что даст вам огромные, просто гигантские, невероятные финансовые достижения. Начало этой фразы. Фраза, она есть. Ее изменить нельзя. Потрать свою жизнь только на то, что переживет тебя. Ее можем расшифровывать как угодно, но смысл один. И существует такой закон, знаете вы об этом, скорее всего не знаете, на 99% закон причины и следствия. Закон причины и следствия. Почему у одних деньги вот не просто приходят, они к ним липнут. Они с ними остаются, с ними дружат. Они приумножаются. А у других их нет, не было и не будет. А если появляются, они мгновенно исчезают. Вдруг появляются друзья, родственники, знакомые, которые моментально эти деньги изымают. Вот как интересно, только у вас появились деньги и тут же появляются люди, которые вроде они вообще не должны знать о том, что у вас есть деньги. Но они появляются и эти деньги изымают. Напишите, кто сталкивался с такими моментами. У вас появилась какая-то сумма и вот именно на эту сумму вам вдруг приходит звонок, я не знаю, письмо, что-то еще, просьба. Дай взаймы, срочно помоги и так далее, так далее. Помните это, да? Напишите, у кого была такая ситуация. Мне просто интересно узнать, насколько это так есть. Это как раз есть вот такие, знаете, маленькие нюансы в конечном счете. Берег, да, ну даже может быть не финансовые вампиры, но просто это так есть де-факто. Сто процентов, правильно, Марьяна, абсолютно правильно. Только у вас появляются деньги, при этом как будто бы об этом никто не знает. Но вдруг вам начинают идти звонки. И непонятно, откуда они узнали, что у вас появились деньги. И они просят именно вот те суммы, которые у вас есть. То есть вы, в принципе, можете, и зачастую мы эти деньги кому-то отдаем. Это опять же научиться говорить нет. И правильно обосновывать, почему нет. Не всегда у Артура, да, они тут же моментально тратятся. Замечательно. Это, кстати, то же самое. Кстати, вот такие траты, Артур, оно, спасибо за твой пост. Сейчас эти траты как раз, вот они, они тоже говорят о том, что появляется что-то, на что эти деньги моментально уходят. И они уже не работают, они уже ничто не делают. Они просто улетают куда-то, непонятно куда. И об этом мы тоже будем говорить. Это будет потрясающий тренинг. Вот я в рассылках в чате сброшу. Я еще раз обозначу, дорогие друзья. Для всех, кто хочет, может и будет действовать, обозначьте в скайпе. Я подчеркну в скайпе. Обозначьте мне, хочу быть на марафоне. Сегодня я начал, я создал чат, марафон. В нем находится 30, сколько он говорит, 32 человека. И вот, где заканчиваем, гумусы, 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 гумусы. Да, дальше, ребята, работаем, не обращаем на троллей внимания. Итак, дорогие друзья, вот по поводу тех вопросов, которые я обозначил. То есть, за какую фразу вы готовы, мы готовы были бы заплатить очень крупную сумму. И вот я чуть-чуть обозначил. Вот этот момент, это закон причины и следствия. И хотим мы того, не хотим мы того. Примем это или не примем, завтра вы получите в рассылках. Если мы хотим иметь завтра то. Вот мы хотим что-то иметь завтра. То, что мы хотим иметь завтра. Если мы хотим иметь завтра, то, что мы хотим иметь завтра. Сейчас не загоняйтесь, ничто. Мы разберем на отдельном внеплановом вебинаре вот эту фразу, которая стоит 3000 долларов. Но мы ее разберем с вами. Почему? Потому что эта фраза важна для понимания. Ее не просто так осознать. Я ее осознавал, скажу вам честно, больше года. Закон причины и следствия. И если мы хотим иметь завтра то, что мы хотим иметь завтра. Мы хотим иметь завтра. Ну, давайте чуть-чуть расшифрую что-то. Так вот, что вы хотите иметь завтра? Помните, да, посыл сегодняшний. Трать свою жизнь только на то, что переживет тебя. Трать свою жизнь только на то, что переживет тебя. Это была сегодня рассылка. Вот тоже скопируйте для себя. Сохраните этот посыл. Потом мы его с вами очень и очень серьезно разберем. А сейчас я, знаете, я вот сейчас коротко обозначил, а потом обозначу в конце. Так вот, для тех, кто в моем первом поколении, я подчеркиваю, в моем лично первом поколении, в Skyway Capital до конца месяца, я подчеркиваю, до конца месяца осталось 4 дня. Я подчеркиваю, осталось 4 дня. Сделает ранг. Ранг. Я подчеркиваю, сделает ранг. Перед высшим рангом у нас ранг. Какой, ребята, обозначили ранг кто у нас? Какой ранг у нас перед высшим рангом? Перед топ-экспертом у нас ранг эксперт. Я жду, кто напишет. Какой у нас ранг? Так. Я почему? Жду по одной простой причине. Сейчас я дам задание до воскресенья. Я подчеркиваю, до воскресенья. И вот те люди, которые написали, это Сережа Швыров. Хоть не первое поколение, но для него эксклюзивное предложение. Надежда. Так. Зикруло. Ангелиночка. Рауф. Нет, не перед экспертом. А перед рангом тот эксперт. Ранг эксперт. Кто сделает эксперта? Ребята, сегодня, кто это сделает, сумасшедшее дело, я сегодня добавляю премию до, я подчеркиваю, до 31 числа. Моя личная премия будет 3 тысячи долларов. Не 2, как я бы сказал, а 3 тысячи долларов. Это тоже мой лично финансовый интерес. Почему? Потом вы все поймете. Но. Эта премия будет 3 тысячи долларов. Но. Я сейчас скажу, а, наверное, не надо говорить было о том, что сделать это не просто-непросто, а сумасшедше-непросто, но сделать можно. Сделать можно. И я больше того, я сам постараюсь с одним из вас, с одним из вас, сделать это до 31 эксперта. Кто у меня находится в первом поколении. Далее. Кто находится во втором, в третьем, в пятом, в десятом, даже в двадцатом поколении, для тех, кто сделает ранг эксперта до 31 числа, получит премию 1000 долларов. 1000 долларов. То есть, первую премию я увеличил на 1000 долларов, для второго круга лиц на не увеличил, но оставил 1000 долларов. В любом ранге вы получите эту премию. А все остальные премии, вы получите в рассылке в воскресенье. Почему? Я почему это задерживаю? Я должен был сегодня это объявить, потому что наша воронка спонсирования, которая начнет действовать, невероятно действовать, после того, как она будет целиком протестирована нами, то есть, лидерами структур. я надеюсь, что завтра это уже рассылка у нас будет, вернее, эта информация у нас будет на почте. Это воронка спонсирования, это потрясающий инструмент, который на 90, наверное, почти на 100% может свести, значит, наши вот титанические усилия по работе со структурами, с людьми и так далее. То есть, это автоматизированная система, она готовится для всех. Я хотел к этому приурочить все это, но не получилось. Да, перед экспертом ранг мастер, абсолютно верно. Вот, дорогие друзья, поэтому сейчас я то, что вам обозначил уже, я увеличил премию для тех, кто сделает до конца этого месяца в первом поколении ранг мастера получит премию в 3000 долларов. Лично от меня. Для тех, кто сделает топ эксперта, то есть, топ эксперта, прошу прощения, во втором, третьем, четвертом, пятом, десятом поколении в любой из моих веток, тот получит премию от меня лично 1000 долларов. Для мастеров и для лидеров вы объявите премии сами, которые я сейчас вот просчитываю для того, чтобы это было экономически обосновано. Это бизнес. это бизнес. Но, дорогие друзья, вот важно понимание общее, что время это самый ценный ресурс, который есть у нас. Время. Время, потраченное на то, чтобы я подготовился к вебинарам, чтобы вы подготовились к чему-то, чтобы вы потратили время на то, чтобы прийти на этот вебинар, для того, чтобы прочитать новую информацию, для того, чтобы получить новые технологии. это самый ценный ресурс. Это то, что нельзя взять взаймы. Сказать, дай мне взаймы время. Это не то, что нельзя вернуть. Или сказать, подожди, подожди, я еще не успел, ты вот остановись, подожди, а потом я продолжу. Завтра может не быть. Вот осознание того, что завтра может не быть. и то, что мы с вами не сделали сегодня, завтра придется делать двойне. По одной причине. Конечно, если тебе это надо или нам это надо, я подчеркиваю, если тебе это надо, и ты понимаешь ради чего, для чего или для кого, и самое главное зачем. вы это все получите, вот эти фразы вы получите в рассылках, чтобы вы их читали и просто задумывались об этом. Помните, причина, следствие, причина, следствие, закон Карма, причина и следствие. Если ты понимаешь ради чего, для чего или для кого и зачем. Я лично считаю, что, вот это мое личное мнение, что самый главный вопрос для меня зачем вот зачем, зачем все это мне надо, зачем вам это надо, зачем, я не буду расшифровывать, вы сами потом мне в заданиях напишите, зачем, заработать денег, съездить, отдохнуть, я не знаю, помочь маме, я не знаю, помочь детям, так далее, так далее. Все остальное вытекает из этой, из этого простейшего слова зачем. Зачем, я вот сейчас задам вопросы, вернее, не буду задавать, но вы для себя просто возьмите и напишите, просто сейчас возьмите листочек бумаги, ручку и напишите, ответьте, зачем вы здесь, зачем вы пришли сегодня, зачем вы в Skyway, зачем вы в этой технологии, зачем вообще здесь вы находитесь, зачем, не почему, а зачем. помните, да, рассылку, с чего начать, это уже как бы расшифровка, посыл, трать свою жизнь на то, что переживет тебя, это не мое выражение, а все-таки самый главный вопрос, зачем, и то, что я, может быть, даже повторюсь, но, может ли кто-то возразить, что пока не будет вот этой мотивации, зачем, вы делать ничего не будете, ну, не будете вы делать, вы будете наблюдать, вы будете ожидать, чтобы кто-то что-то за вас сделал, но, опять же, напомню, предыдущие два вебинара, самый главный мотиватор, это время, наша жизнь, осознание того, что наша жизнь конечна, помогает определиться нам, что действительно важно, и опять же, возвращаясь к нашей рассылке, трать свою жизнь только на то, что переживет тебя, так вот, все, что мы с вами делаем, вот чем бы мы ни занимались, определяет то, что мы оставим после себя, это может показаться каким-то пафосом, но это есть, так есть, это правда, а осознание этого может дать нам то, что не даст никакая мотивация, я поехал, смотрю, знаете, смотрю рассылки, я отдыхаю там на Канарах, я там отдыхаю в Крыму где-то, я что-то еще там делаю, я где-то что-то, я наслаждаюсь там отдыхом, я наслаждаюсь природой, чем-то еще наслаждаюсь, это в принципе плохо или хорошо? это хорошо, это хорошо, но вопрос наслаждаетесь чем-то, вы сегодня наслаждаетесь, а завтра будете наслаждаться, а послезавтра, а послезавтра дети, ваши внуки будут ли этим наслаждаться? Я немножко, наверное, загоняюсь, но вот как бы посыл к тому, что зачем, опять же, зачем, зачем мы что-то делаем, для чего мы что-то делаем, чтобы получить удовольствие сегодня, вот чисто удовольствие, это плохо, это неплохо, это хорошо, Господь Бог нам, нас создал для того, чтобы мы не мучились, для того, чтобы мы наслаждались жизнью, но опять же, опять же, а что мы сделали для этого? Ответ один, и этот ответ должен быть ваш, если кто-то согласен, просто поставьте, ну, может быть, однерочек, что ли, и если у вас на сегодняшний день все нормально, и вам ничего не надо, и вы ничего не хотите менять, зачем вы здесь? И вообще, чего вы от меня хотите? От Skyway чего вы хотите? И по большому счету, для того, чтобы однажды будущее стало настоящим, а ради этого хотим мы, не хотим, но вы все на это настроены, не просто, если есть такие люди, которые живут только вот своим, вот сегодня, здесь и сейчас, это хорошо, это здорово, хорошо и здорово, но, а что будет после вас? Опять же, напомню рассылку, трать свою жизнь только на то, что переживет тебя, и это не значит, что все вы будете это делать, это не плохо, не хорошо, это просто ваше решение, так вот, по большому счету, для того, чтобы будущее стало настоящим, каждый вот из нас, и я больше чем уверен, что он присутствует здесь на вебинаре, вкладывает частичку себя, либо пытается вложить частичку себя в это общее дело, я всегда говорю про Анатолида Арчуиницкого, про его команду, что Анатолий Арчуиницкий, Надежда, его жена, Витрыч Бабурин, Алексей Суходоев, Сибиряков Сергей Анатольевич, и могу еще долго-долго перечислять, но, вот представьте, что они устали, они завтра никуда не поедут, ничего не будут делать, они скажут, мы устали, мы подождем, когда за нас кто-то сделает, они делают свое дело, и делают его на 100, на 200, на 300, на 500, на 1000 процентов, так вот, каждый из нас вкладывает какую-то частичку себя в общее дело, наша с вами задача, финансировать это будущее, это будущее, которое превращается уже в настоящее, и начав однажды, у нас нет пути назад, иначе, зачем мы все это, мы, вы, зачем все это начинали, зачем начинали финансирование, коль мы его начали, мы его должны продолжать, и мой посыл один, если у вас есть рассрочки, ребята, открывайте еще небольшие рассрочки, ну открывайте, мы не можем останавливаться, мы не можем передохнуть, отдохнуть, у нас нет времени, хоть вы еще и молоды, может быть, у вас, вам кажется, вся жизнь впереди, нет времени, нет времени на оправдание, поиски, отговоры, почему, потому что следом за нами двигаются другие, и мы должны быть впереди, не просто так, самый главный наш, скажем так, это самый мощный ресурс, это наши мозги, то есть я говорю наши мозги, не просто наши, ваши, и ваши тоже, но, это более 300 человек, которые работают в нашем проектном институте, это более 15 направлений, это то, что создается вот этими, вот этими людьми, которых мы, которым мы платим, не просто мы платим деньги, они сами все энтузиасты, не энтузиасты, не остаются там, люди, не заряженные идеи, они уходят, но те, кто понимает, что мы делаем, они просто остаются, они стараются сделать, они живут этим, это их жизнь, а наша, наша с вами задача, наверное, очень простая, просто для себя каждый раз задавать вопрос, а почему я сегодня не сделаю ничего для того, чтобы сказку сделать были, и помните, да, на прошлом вебинаре я говорил, и об этом скажу сегодня, банальный вопрос, кто или что мешает мне это сделать, нам это сделать, кто или что мешает, наши страхи, а может быть, пофигизм, в нехорошем смысле слова, а может быть, мы в этом ответе за тех, кого вовремя не послали подальше, и в завершение, в завершение, я скажу, такую фразу, в воскресенье, пожалуйста, наблюдайте за рассылками, именно в том чате, который я создал, я действительно некоторых людей ошарашу, в хорошем смысле слова, пятью причинами, почему вы будете на вебинаре, который я обозначу в воскресенье, я подчеркиваю, для этого ваша задача зайти и прочитать эту рассылку, эту посылку, перед этим, завтра вы еще получите реальное задание, и знаете, самое последнее, вы знаете, самые первые, самые последние фразы, они больше всего не то, что врезаются, они людям запоминаются, и люди действуют, опять же, первые и последние, первое, я подчеркну значимость того, что это не просто так выполнение ранг эксперта, ранг мастера, ранг лидера, кто это сделает до конца месяца, получит премию, даже я бы сказал, независимо от того, где и в каких структурах вы находитесь, только обозначите мне и покажите, что вы это сделали, и для этого у меня будет просьба, и с этой просьбой я уже обратился к Евгению, руководителю нашего фонда, для того, чтобы мне эти данные были доступны. Наташенька, ты абсолютно права, у меня птички, калибри, и как в свое время Магасумова Гузевит, как бы я первый, от нее услышал эту фразу, мы делаем то, что мы в состоянии сделать. мы не можем потушить пожар, или не можем поменять мир, но то, что я в состоянии сделать сегодня, я это делаю. Наша с вами задача это финансирование технологий. И заметьте, обратите внимание, нас было 90 человек в начале вебинара, сейчас составит даже 95, по-моему, человек, осталось 79, и это тоже нормально. Почему? Потому что в течение 40 минут слушать меня не так просто. И многим это не надо. У многих нет времени. У многих заняты чем-то другим. И это тоже не осуждение. Это их выбор, это их жизнь. Но для тех, кто хочет, добавляйте чат. Мой скайп есть у всех, и я жду. На сегодняшний день там 32, по-моему, человека. Я жду, еще жду. Почему? Потому что я начну работать в конечном счете. Я скажу, вот так, как есть, я буду работать максимум с 5 партнерами. С 5. Но работать буду очень и очень круто. 5 партнеров, которых я обязуюсь к Новому году вывести на чеки как минимум в 2-3 тысячи долларов в месяц на чеки. Это так называемое агентское вознаграждение. Ну и по рангам, я думаю, вы будете получать еще ну дополнительно примерно столько же. Я всех благодарю за внимание. С вами был Григорий Мирошниченко в городе Челябин группа компаний Skyway. И дорогие друзья, еще раз обозначаю мой Sky. Сейчас я еще раз вам напишу. Добавляйтесь и обозначайте, что это марафон. Марафон 21. Я подчеркну. Марафон 21. Ребята, не кидайтесь грязью в кого-то. Почему? Потому что вы сами запачкаетесь. Не кидайтесь грязью. Просто игнорируйте что-то. Поэтому я никого не удаляю, ничего не делаю. Ну просто-напросто не кидайтесь грязью. Почему? Потому что сами испачкаетесь в этой грязи. Итак, дорогие друзья, мой Skype. Я вам сейчас напишу еще раз. А вы его, пожалуйста, продублируйте. Вот это мой Skype. Пожалуйста, выходите на связь. Ангелиночка, приветствую тебя. Григорий. Рауф. Итак, дорогие друзья, не надо говорить гумус. Гумус есть гумус. У него просто, ну, человек, пожалейте этого человека. У него с психикой не совсем нормально. Поэтому просто пожалейте его. Не надо его ругать, не надо скандалить. Удалить я его могу, но не хочу и временно тратить не хочу. Итак, дорогие друзья, до встречи на воскресном вебинаре. Магасумова Гузель, Виктор Тарасов дадут потрясающую информацию в это воскресенье. Я думаю, что вы все будете рады не только их послушать, но на этом вебинаре воскресном будет присутствовать и я. И я не скажу, что я суперкрутой, суперкрутой это Виктор Тарасов. А я просто обозначу в конечном счете рассмотрен на этом воскресном вебинаре. Итак, еще раз всех благодарю. До встречи на следующем вебинаре.